Всем привет! Я Оля Михайлова и за пару минут я расскажу тебе все о новинках кино. На этой неделе в прокате российский экшен «Ледокол», второй «Джек Ричард» и мультик «Кубо. Легенда о самураи». Камера, мотор, начали! Начинает наш обзор очередной эпичный патриотичный отечественный блокбастер «Ледокол». Расскажет он о брутальных мужиках, которые застряли в нарисованных на компьютере льдах. Недаром же в России прошел год российского кино. Фильм, конечно же, основан на реальных событиях, героизмом от него несет за версту, ну а в главной роли снова снялся Петр Федоров. Вот только принесет ли он создателям прогремевшего когда-то с успехом метро большие кассовые сборы, сказать сложно, ведь даже супер распиаренному дуэлянту окупиться не удалось. Если вы еще не выдохлись от просмотра российских блокбастеров, то дерзайте! Ну а там повезет, повезет, не повезет, не повезет. Хотелось бы, конечно, чтобы повезло, но верится с трудом. Я люблю тебя, слышишь? Всем слава, бубыкрытие! Что здесь произошло? Драка. Один парень всех голыми руками уложил. Вон он сидит. Повернитесь, сэр. Поднимите руки. Медленно. Несмотря на призыв никогда не возвращаться, он все-таки здесь. Том Круз в роли Джека Ричарда снова на экранах и актер, кажется, совсем не меняется, хотя недавно он отметил свои 54. Вот это поворот! В этот раз отставной оперативник Джек Ричард приезжает навестить старых друзей военных и снова оказывается в гуще преступных событий. Нужна твоя помощь. Кто-то убивает солдат. Твоих бывших подчиненных. Пора начинать охоту. Конечно же, ему предстоит всех спасти при помощи своих фирменных ударов левой и правой, которых будет еще больше обычного. Поэтому сразу предупреждаем, что кроме большого количества драк от фильма ожидать ничего особого не стоит. А если ты тоже считаешь, что Тому Крузу пора перестать сниматься в бесконечных сиквелах, то ставь лайк. Думаете, вам закон не писан? Но я не судья. Так что начинайте бежать, а я начну охотиться. И когда найду, убью вас всех. Расскажи мне про отца. Он был настоящим самураем, сильным и красивым. Прямо как ты. А, ну хватит. А магию ты получил от мамы. Я летаю! Меня зовут Кубо. И это моя история. Перед вами просто потрясающий кукольный мультик «Кубо. Легенда самурая» от студии, подарившей нам Королину и семейку монстров. Если вы устали от однотипных голливудских мультфильмов, то он создан специально для вас. По сюжету, одноглазый мальчик Кубо отправляется в путешествие на поиски доспехов своего отца самурая, чтобы с их помощью спасти мир от древнего зла. В этой истории не обойдется без крутых персонажей, прекрасной анимации и совсем нетипичной развязки. К тому же я уверена, что в этом году он обязательно поборется за Оскар. Но хочу предупредить, что хоть это и мультик, временами он вовсе не такой веселый и беззаботный. Поэтому совсем маленьким лучше не смотреть во избежание получения психологической травмы. А еще он будет интересен не только детям, но и взрослым. Поэтому всем в кино! Даже не думай. Это все он. За мной! Ты справишься? Кубо. Легенда о самурае. Наверстать упущенное? Нет. Зацепить оставшееся. 12 лет – это много. И с тех пор ничего. Только, пожалуй, мама. Иногда. И сестра, которую я едва знаю. Ей было всего 10 лет, когда я ушел. Невестка тоже, жена моего брата. Милая, говорит. Ну и брат. Ну, а любителей авторского и фестивального кино на этой неделе ждет фильм «Это всего лишь конец света». От молодого и уже культового канадца Ксавье Долана, который забрал в этом году на Каннском кинофестивале Гран-при Жври. По сюжету молодой умирающий писатель возвращается в отчий дом после долгого отсутствия, чтобы рассказать семье о своей болезни. Однако это оказывается не так уж просто. Отзывы картина получила весьма противоречивые, но разве мы сможем удержать поклонников режиссера от просмотра его нового творения? Что они сделают, когда я им скажу, что уйду и больше не вернусь? Совсем никогда не разворошу их воспоминания. Что тогда? Предугадать невозможно, и все же это же просто семейный обед. Это же не конец света. Также в прокате на этой неделе две французские ленты «В постели с Викторией в Брисах в Сибири». А еще комедия с вещами на вылет. А в следующий раз я расскажу о мультфильме «Тролли» и «Докторе Стрэнджи». Пиши в комментариях, на какой фильм пойдешь на этой неделе, ставь лайк и делись с друзьями. У меня на этом все. Пока-пока!